друзья приветствую дмитрий из питера передал мне вернее как передал свежие передал отработку мы встретились с ним и я сам специальным насосом откачал у него из картера небольшую баночку так значит вот описание условия эксплуатации автомобиль это описание масла масло у нас петра канада supreme синтетик 520 по ильсаку это gf6 и папе sp значит такого масла еще не было поэтому первым делом естественно я создам эталон и потом проверю сравню с ним отработку закладываю пару капель в кювету прибор измеряет спектр сейчас я вам покажу посмотрим если там эстеры в каком количестве вот спектрограмма видно ступенечка небольшая есть в в районе эстера но и я бы тоже так оценил где-то от полутора до двух процентов максимум но скорее ближе к полутора далее под корректирую данные которые сместились приличный уровень намерил прибор учитывая что это ильсак 6 смотрите 96 процентов относительно болванки которую создаю из кастрол 030 далее сажу тоже в ноль в виду и обратите внимание щелочной и кислотной я их даже трогать не стал щелочной 7 и 3 а кислотная 158 так и оставил чтобы сохранить вот эту разницу между ними дельту эту производитель правда указывает 8 но тут разница гостов для свежей отработки может играть роль в описании есть статья ссылка на статью значит киа соул 16 года вот сами видите 16 g4 fg 124 силы 117 100 почти 118 тысяч пробега 4430 на масле 148 часов средняя скорость 30 километров в час так далее смотрите что намерил прибор уровень противоизносных присадок 80 нарастает нитрование то есть она уже достигла порога предупреждения не сильно но вот только и значит кислотная 253 и щелочное 46 то есть еще есть запас но не такой большой но он изначально был не не сильно большой вот но тем не менее масло еще рабочие хотя скорее всего она уже достаточно быстро погибнет из-за нитрования нарастающего это говорит о том что или богатая смесь двигателю тяжело дышать или вдыхать тяжело воздушный фильтр кстати я уточнил у дмитрия проехал 10 тысяч километров вот или катализатор может быть уже но где-то надо попробовать сначала с фильтра дальше уже разбираться по вязкости смотрите процентов на 40 от максимальной величины просела вязкость в принципе более-менее для городской эксплуатации 80 процентов езды это городская да не забывайте отметить видео понравилось не понравилось какие замечания пишите подписывайтесь кто не подписался нажимайте колокольчик если не хотите пропускать новые видео но и по традиции оценка ресурса вот такая оценка у меня получилось 230 по моточасам и практически 7000 по километражу но учитывая что это 6 лисак я думаю в принципе цифры нормальные хотя возможно что немножко уже масло начало страдать и ресурс его грубо говоря слегка занижен учитывая то что нарастает нитрование ну что тут можно сказать все таки лисак есть ильсак 20 очки со своими плюсами как то что быстро проникает в пары трения данные масла ну есть на мой взгляд и определенные минусы вот высокий риск если например условия тяжелой эксплуатации если много топлива попадает масло в городе плохо она выпаривается из картера то масло может сильно разжижаться двадцатка да еще разжижаться есть выявленная зависимость от вязкости масла и толщины пленки масляные то есть пленка становится тоньше чем вернее чем гуще масло тем толще пленка здесь есть риски того что пленка будет совсем тоненькой и в каких-то например очень таких напряженных режимах может скажем так рваться эта теория такая на практике все-таки эти масла сейчас завоевывают скажем так рынок многие переходят на них производители ну вот такой получился тест пишите что думаете об этом благодарю дмитрия за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся следующих видео пока